Доброй ночи! Представьте, что в вашем мире появились полчища мертвецов, вампиров, оборотней, инопланетян, гигантских насекомых и других чудовищ. Что бы вы сделали, если бы оказались в эпицентре этого ужаса? Ответ один. Конечно же, одели бы стерео очки, взяли свой водяной пистолет и пошли спасать соседскую собаку. В общем, зомби съели моих соседей. Зомби съели моих соседей – это Run&Gun разработанный LucasArts и изданный Konami в 1993 году для Super Nintendo и Sega Mega Drive Genesis. Игра примечательна своим шуточным, несерьезным стилем, кучей отсылок и пародий на различные фильмы ужасов и поп-культуру с 50-х годов по 90-е. Зомби, вампиры, мумии, монстры Франкенштейна, оборотни, инопланетяне – в этой игре все эти чудовища будут пытаться убить нас и наших соседей. Сюжет игры довольно прост. Некий безумный доктор Тан, ну или доктор язык, который создал в своей секретной лаборатории множество чудовищ из различных фильмов ужасов, хочет поработить весь мир. А для этого он выпустил всех своих созданий на волю. И теперь они повсюду. А кто в состоянии с ними справиться? Полиция? Армия? Нет! Конечно же дети – фанаты фильмов ужасов! Доктор язык – это отсылка ко Дню мертвецов Джорджа Ромеро. Именно так прозвали одного зомби, с вывалившимся языком. А концепция борьбы детей с киношными монстрами взята из фильма «Взвод чудовищ» 1987 года, в котором группе подростков пришлось сражаться с чудовищами из классических фильмов ужасов. Главные герои – двое подростков – Зик и Джули. В начале игры мы можем выбрать одного из них – парня или девушку. Этот выбор на геймплей никак не влияет. А если у вас есть друг, например, я, то можете начать игру вдвоем, что существенно увеличит ваши шансы на прохождение. Но учтите, что в игре оружие и предметов больше от этого не станет. Игра состоит из 48 основных уровней и 7 бонусных. На каждом уровне наша первостепенная задача – спасать жертв – соседей, которые раскиданы по всей локации. Обычно уровень – это площадь с домами, заборами, деревьями, кустами и водоемами или их аналогами в зависимости от темы уровня. Все это нередко образует один огромный лабиринт. А так как герои не умеют прыгать, в некоторых местах стоят батуты, с помощью которых можно преодолевать препятствия. Весь уровень набит врагами, большинство из которых бесконечно респаунятся. Так что постоять и подумать времени не будет. Нужно успеть добраться до соседей раньше монстров. Если чудовище коснется жертвы – она умрет. Для облегчения поиска соседей у нас есть радар, который показывает расположение жертв. И да, это отсылочка на радар из фильма «Чужой». Изначально на каждом уровне по 10 соседей. Если во время прохождения умрет один, то на следующем уровне их будет 9. Если умрут трое, то 7 и так далее. Когда умрут все, мы проиграем. Но соседей можно оживить, зарабатывая очки. За каждого убитого монстра или спасенную жертву начисляется определенное количество очков. Также на каждом уровне есть дополнительные условия, выполнив которые мы получим бонусные очки. Например, спасти всех десятерых соседей, пройти уровень без использования определенного оружия, убить определенное количество врагов или проломить как можно больше препятствий. В конце каждого уровня, во время подсчета очков, можно получить дополнительную жертву или дополнительную жизнь. Если все 10 соседей живы, мы начинаем игру всего с тремя жизнями. Если они закончатся, мы умрем. Продолжений в этой игре нет. Зомби съели моих соседей Run&Gun. То есть, нам все время придется бегать и стрелять во врагов из различного оружия. И так как вся игра это пародия, оружие будет необычным. Вначале у нас только водяной пистолет, который с легкостью убивает зомби, но практически бесполезен против большинства других врагов. Поэтому во время прохождения мы будем находить другое оружие. Мороженое, банки с газировкой, огнетушитель, триммер для травы. Привет, пятница 13-ая. Помидоры, базука, тарелки, серебряные вилки и ножи, древний артефакт в виде креста, футбольный мяч, бластер инопланетян и даже огнемет. Каждое оружие рассчитано на определенный тип врагов. И действует оно по киношным штампам. Крест убивает вампиров, серебряные вилки убивают оборотни и так далее. У некоторых видов оружия есть альтернативные способы использования. Например, водяным пистолетом можно тушить огонь в каминах или в кострах. Триммером для травы можно не только выкашивать сорняки и грибы, но и рубить монстров. Базукой не только убивать врагов, но и пробивать стены и двери, создавая себе проходы. Поэтому прежде чем бросаться слепо в атаку, нужно убедиться, что выбрали правильное оружие. А врагов здесь просто неимоверное количество. Зомби, гигантские муравьи, пауки, вампиры, оборотни, инопланетные растения, гигантские черви и многие другие герои фильмов ужасов. Также есть и мини-боссы. В отличие от обычных врагов, они не респаунятся. А главный наш враг – это доктор Тан. Помимо оружия мы будем встречать и различные предметы, которые облегчат нам прохождение. Аптечки, которые могут восстановить лайфбар по желанию игрока. Гамбургеры, восстанавливающие энергию сразу после поднятия. Надувная игрушка в виде клоуна, которая отвлекает на себя некоторых врагов. Этот клоун – отсылка к фильму ужасов клоуны-убийцы из космоса 1988 года. Ящик Пандоры. Золотая коробка, открыв которую вырывается энергия, наносящая мощный урон всем врагам на экране. Ящик Пандоры – это отсылка к фильму Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега 1981 года от Лукас Фильмс, в котором нацисты открыли таинственный золотой ковчег, из которого вырвались духи смерти и убили всех. Кроссовки скорость. Ненадолго увеличивают скорость передвижения героя. Дальше идут зелья. Их три вида. Колба с красной жидкостью. Зелье монстра. Выпив его, мы превращаемся на время в огромного монстра. Он может прошибать стены и другие препятствия. Это отсылка к известному хоррор-персонажу доктору Джекилу и мистеру Хайду. Джекил обычно выпивал зелье из различных лекарств, чтобы высвободить своего внутреннего монстра Хайда. Колба с синей жидкостью. Призрачное зелье. Мы становимся призраком и можем ходить по воде. Нам никто не может нанести урон, но и мы не можем использовать оружие и предметы. Колба с вопросительным знаком. Выпив это зелье, герой может получить любой рандомный эффект. Восстановится или отнимется энергия. Герой превратится в монстра или призрака. Будет быстрее передвигаться. А также есть уникальный эффект. Герой становится разноцветным и двигается сам по себе, пока не закончится действие зелья. Еще один тип предметов в игре. Ключи. Их два вида. Обычный, который открывает простые запертые двери. Также если нет ключа, эти двери можно вышибать, превратившись в монстра или разрушить выстрелом из базуки. И ключ с черепом, который открывает двери с изображением черепа. Иногда их нужно открыть по сюжету. А иногда там просто лежат различные бонусы. Есть еще пара особенных предметов. Квадрат с вопросительным знаком. Подобрав его мы попадаем на бонус уровень после завершения этапа. И жизнь. Собственно, дополнительная жизнь. Собирая предметы и оружие, нужно грамотно ими пользоваться. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Например, когда у нас нет триммера для травы, а уровень весь в сорняках. Или нужно открыть дверь. А ключей и патронов для базуки нет. Каждая такая ситуация может привести к смерти. А если мы играем вдвоем, то все только обостряется, так как предметов на уровнях не становится больше. Нужно грамотно распределять ресурсы между игроками, играя сообща. Иначе совместно игру не пройти. Большинство предметов и оружия просто раскиданы по уровню. Но также их можно получить из тайников. В домах есть шкафы, тумбочки. И стоят мусорные контейнеры. В замках сундуки и висят шторы. В пирамидах куча песка и урны. Открывая их, можно рандомно получить какой-нибудь предмет или оружие. От обычного водяного пистолета до сверхредкого ключа с черепом. Но в моем случае в 70% таких тайников было пусто. А еще 5% вероятность того, что из тайника вылезет монстр и нанесет урон. А иногда это происходит ну очень часто. Так что вероятность получить нужный предмет довольно мала. А вообще это хорошая идея. По сути герои занимаются мародерством. Врываются в чужие дома и выносят нужные им вещи. Безнаказанно. Ну и ладненько. Создатели уверяют, что источником вдохновления для создания зомби съели моих соседей была игра Kairos 1987 года для аркадных автоматов. Но я не увидел с ней схожести. Это обычный скролл-экшен. Единственное, что похоже, это наличие закрытых дверей. Я думаю, что LucasArts Лукает. А концепция скопирована с аркадного хита Сеги. Alien Syndrome 1987 года, который делался в свою очередь под вдохновлением от фильма Чужой. Alien Syndrome, так же как и зомби съели моих соседей, Run and Gun. В начале игры также можно выбрать между девушкой и парнем. Или играть вдвоем. Герои также бегают по уровням, собирая оружие и предметы. Убивают различных инопланетян. А главная задача игрока спасти людей-заложников. Плюс, чтобы легче их искать, у нас есть радар. Также за каждого спасенного человека и убитого монстра получаем очки. Как только все заложники будут спасены, нам открывается дверь и мы переходим дальше. Я думаю, эти сходства не могут быть совпадением. Также впоследствии подобную идею используют и Valiant 3 для Megadrive и NES. В ней тоже нужно искать и спасать заложников, используя радар. Но в ней разработчики добавили лимит времени, который дико усложняет игру. Слава богу, в «Зомби съели моих соседей» нет такого временного лимита на уровнях. Но в отличие от Alien Syndrome, все заложники в «Зомби съели моих соседей» не одинаковые болванчики. У нас 10 различных соседей, имеющих свои особенности. В основном они пародируют беззаботных жертв из фильмов ужасов. Злая учительница стоит с тетрадью, в которой нарисована двойка. Младенец, который бесцельно ходит туда-сюда. Мужик, невозмутимо жарящий барбекю. Двое любопытных туристов, по ночам имеющих свойство превращаться в оборотней. На вечерних уровнях их нужно спасать в первую очередь. Эти туристы отсылка к фильму «Американский оборотень» в Лондоне 1981 года, в котором на двух туристов, путешествующих ночью, напал оборотень. Рыжая маленькая девочка, прыгающая на батуте. Эта жертва бессмертна, так как любой персонаж, прыгающий на батуте, неуязвим. Монстры не могут до него добраться. Отпетый вояка. Единственный, кто хоть как-то реагирует на нашествие монстров в этой игре. Как видит чудовище, сразу начинает истерически трястись от страха. Он отсылка ко всем воякам из фильмов ужасов, включая день мертвецов, рассвет мертвецов и так далее. Лысый мужик с коктейлем на дубном круге. Эта жертва встречается только в водоемах. Исследователь. Частенько попадается в пирамидах. Отсылка на фильм «Мумия» 1931 года. Собакен. Единственная жертва, которая не человек. Просто собака. Девушка-черлидерша представляет из себя типичную тупоголовую героиню из фильмов ужасов. Все время прыгает. Из-за этого довольно сложно ее подобрать. Для этого она должна находиться только на земле. Отсылка к культовой американской комедии девочки из группы поддержки 1973 года. Графика в игре очень яркая, красивая, с множеством деталей. Дизайн персонажей нарочито мультяшный и серьезный. Сразу улавливается фирменный стиль LucasArts. Все монстры, включая самых страшных, выглядят круто и довольно мило. Анимация хорошая и под стать игре местами забавная. Музыка отличная, очень атмосферная, мрачная и веселая одновременно. Она отлично передает настроение игры. Ты кто? Что тебе нужно? Дизайн всей игры, особенно части в городе, мне очень напоминает коллекционные карточки Марс Атакует, которые сочетают в себе одновременно комедию и ужасы. Действие на этих карточках обычно происходит в небольших американских городках, которые внезапно подверглись атаке с Марса, инопланетян и гигантских насекомых. Герои на карточках часто женщины и дети, армия США и домашние животные. Геймплей в игре прост, но чертовски увлекателен. Бегаем по уровням, собираем предметы, ключи и оружие, убиваем монстров и спасаем соседей. Как только спасем всех, появится дверь-портал, которая переносит нас на следующий уровень. С каждым новым уровнем карта местности становится все сложнее и запутанней, а искать соседей становится непростым занятием. Все уровни – это различные вселенные, своеобразные пародии на фильмы ужасов, копирующие антураж того или иного фильма, замки с вампирами, пирамиды с мумиями, пляжи с рыболюдьми, кладбище с зомби и так далее. Практически все названия уровней – это шуточные отсылки к различным фильмам. Шрифт, которым написаны большинство названий – это оригинальный шрифт из «Ночи живых мертвецов», а дверь, появляющаяся в воздухе – это отсылка к двери-порталу в сериале «Сумеречная зона» 1959 года, через которую зритель попадал в различные миры, полность странных и страшных вещей. Также начальный экран со спиралью – тоже отсылка к «Сумеречной зоне». В игре в общей сложности 55 уровней, что довольно много и, к сожалению, сохранений в игре нет. Хоть изначально их планировали сделать, но из-за удешевления производства картриджа решено было поменять сохранение на пароли. И тут есть один косяк. Каждые 4 уровня нам выдают пароль, но вот незадача – он не сохраняет наши предметы и оружие. А учитывая, что сложность у игры довольно высокая, это делает игру практически непроходимой, если начинать играть с середины. Игра нормально проходится, только если проходить ее одним залпом, накапливая предметы и оружие. Главная цель игры – добраться до доктора языка и остановить его. Что? Нам нет смысла бояться монстров? Что ты имеешь в виду? Уровень 1. Зомби-паника. В целом этот уровень пародирует первую часть фильма «Ночь живых мертвецов». Больше половины карты занимает огромное кладбище, откуда бесконечно лезут зомби. Они на этом уровне единственные враги, самые слабые в игре, убиваются одним выстрелом из водяного пистолета. Если повезет, из тайников может выпасть базука или зелье монстра, тогда получится пробить стену и взять бонусный уровень. Бонусный уровень «День щупальца». Уровень – пародия на одноименную игру от LucasArts, которая в свою очередь является продолжением «Maniac Mansion». На этом уровне наши враги щупальца из «Дня щупалец» легко убиваются двумя выстрелами из водяного пистолета. Уровень 2. Вечер не мертвых. Название и сам уровень – опять пародия на «Ночь живых мертвецов», но уже на вторую половину. Как и в фильме, здесь один довольно крупный дом, а действие происходит ночью, точнее вечером, но постепенно темнеет и наступает ночь. Из врагов здесь, соответственно, только зомби. Тут впервые получим базуку. С ее помощью можно пробивать растительные ограды и стены с трещинами. Уровень 3. Ужас в пятом проходе. Название уровня – это отсылка к фильму «Трагедия у алтаря» 1984 года, который является антологией самых страшных и кровавых моментов из знаменитых фильмов ужасов. Уровень пародирует «Рассвет мертвецов» 1978 года, где группа выживших скрывается от топ-зомби в супермаркете. Сам уровень – это супермаркет. Из новых врагов тут куклы с топориками, которые выбираются из своих коробок и пытаются убить героя. Эта кукла пародия на Чаки из детских игр. В мануале эту куклу зовут Томми «Злая кукла», что отсылка к детским играм 2 1990 года. Там была кукла, похожая на Чаки, но по имени Томми. Убивается легко гранатами из газировки. Из-за ее роста в нее нет смысла стрелять из базуки, снаряд просто пролетит мимо. Иногда после смерти они перерождаются в огненного человечика. Его легко убить из водяного пистолета или огнетушителя. Это отсылка к первой части детских игр, где Чаки сожгли. Уровень 4. Расчленение бензопилой в лабиринте из изгороди. Это название отсылается к техасской резне бензопилой 1974 года. Как и в финальной сцене фильма, мы должны убегать от маньяков с бензопилами вдоль растительной изгороди. Маньяк выглядит как Джейсон из Пятницы 13, но при этом ведет себя как кожаное лицо с техасской резней бензопилой. И очень сложно убить, проще убежать, используя надувных клоунов как приманку. Еще интересно, что в мануале маньяка зовут Стэнли Деккер, что является отсылкой к американской фирме Стэнли Блэк и Деккер, которые специализируются на производстве инструментов, в том числе и бензопил. Уровень 5. Странные парни на районе. Название это отсылка к поп-группе New Kids on the Block. Новые парни на районе, которая была бешено популярна в Штатах в 80-х годах. А сам уровень это пародия на фильм «Вторжение похитителей тел» 1956 года. В нем инопланетная раса растений приземлилась на Землю и выращивала дубликаты людей в огромных стручках, заменяя ими настоящих. Мы ходим по городу, везде упавшие метеориты, на которых обычно и прилетает инопланетная зараза в фильмах ужасов. И здесь наши двойники, полупляющиеся из гигантских стручков. Они убиваются, как и зомби с одного выстрела. Интересно, что они пытаются копировать героя не только внешне, но и его движение. Также тут есть сами стручковые растения и грибы, которые разрастаются по всей доступной территории. И мы получаем урон, передвигаясь по ним. Легко убиваются с помощью триммера для травы. Уровень 6. Пирамида страха. Название и уровень это отсылка к фильму 85-го года «Юный Шерлок Холмс и пирамида страха». Здесь полно саркофагов. Из них рандомно выпрыгивают мумии, которых легко убить древним артефактом в виде креста. Его можно найти здесь же. Уровень 7. Замок ужаса доктора языка. Этот уровень и название пародия на фильм «Замок ужаса доктора Франкенштейна». В фильме доктор Франкенштейн в своем замке имеет в прислуге кучу монстров и проводит эксперименты по оживлению трупов. Уровень представляет из себя огромный замок, набитый монстрами. В этом замке доктор язык проводит свои эксперименты. Здесь мы с ним встретимся впервые. Он оживляет чудовище Франкенштейна. Сам доктор там выпивает зелье и телепортируется. В начале уровня нужно поспешить и спасти туристов, так как с наступлением ночи они превратятся в оборотней. А это равносильно их смерти. Оборотни легко убиваются серебряными приборами или крестом. Уровень 8. Огромный грудничок. Название и сам уровень – пародия на фантастический рассказ 1976 года писательницы Лиллиан Крейг, больше известной под псевдонимом Кит Рид, атака гигантского младенца. Именно на основе этого рассказа был снят фильм «Дорогая, я увеличил ребенка» 1992 года. Этот уровень по сути битва с боссом. По центру карты с огромной скоростью носится гигантский младенец, а под его ногами стоят дети-жертвы. Нужно использовать кроссовки скорости и как можно быстрее спасти соседей, пока их не раздавили. Последние две жертвы заперты за дверью с черепом, а ключ можно получить только победив гигантского ребенка. Убивать его лучше всего превратившись в монстра или из базуки. После смерти младенец превратиться в заложника. Если в... Вот черт, а. Похоже, пленочку заживало.